Так, давайте мы еще буквально полторы минуты отдадим, чтобы спокойно не отошли до сюда. Все, видимо, все остальные не дойдут. Окей. Меня зовут Дэн Шернил, я директор компании Ingen. Было уже сказано, сегодня буду рассказывать вам про опыты отработки нашего перечерка с Веркичами. Как было уже тоже упомянуто, вот буквально за стенкой он демонстрируется вживую. После доклада можно будет подойти туда с вопросами и посмотреть вживую, что же вы такое тут рассказывали, увидеть своими глазами. Окей. Что будет доклад? Ну, доклад будет примерно про это, мы недавно опубликовали на хап-рис статью, если кто ее читал, будет немножко не то, что там, будет что-то в банке на всякой инфа. Ну, в основном, да, про опыт производства достаточно апеллированных продуктов и про опыт разработки Вероприложений, ну, и как в процессе самим и всей команде будем бороться. Даже если вы ничего не понимаете в 3D и все равно, просто будет какие-то красивые картинки, так что, наверное, не сильно скучно. Так, продукт вот так выглядит, я пропустил соцзапрос, ребята, кто знает, что тут есть? Отлично. Уже хорошо, но все равно я проговорил о штурпичках, зачем они нужны для тех, кто не в курсе. А вообще для измерения производительности компьютера, и у нас насколько быстро у него CPU, GPU, либо шерстертизм, мы уже какие-то постоверные инструменты. Вот такие линейки, которыми вы измеряете, насколько у вас быстро или медленный компьютер, как раз и есть пейсбурки производительности. И чем они полезны? Ну, они полезны даже на бытовом уровне, когда вы выбираете себе новый компьютер и прикидываете, вот, купить такую железку, либо такую железку, можно посмотреть на результаты пейсбургов, которые опубликованы, там, кто-то уже померил, и прикидываете, что, ага, ну вот у меня, там, на 40% прирост производительности по графике, например, случится, если я вот эту железку поставлю. Помимо этого, можно с помощью пейсбурга сравнивать производительность между, там, хорошо, я вот себе выпил такой компьютер, а вот у нового товарища Васи, он другой. У кого круче-то? Вот можно взять и пейсбург, и померить, выяснить, кто все-таки круче. Причем человечество, ну, в принципе, вот, чем бы ни соревноваться, либо лишь бы соревноваться, в человечестве все доводит до отсюда. Есть такие ребята, которые называются оверблокеры, которые разгоняют железо до самого предела, пока вот оно не превращается примерно в такое. И с помощью ратурных вещественных, конструкционных систем охлаждения, специального систем питания, кучи жидкого азота, они добиваются того, что, с мандартной вроде бы железяки, показывают намного выше производительность, чем было спроектировано производителем. И потом верят, кто из них все-таки круче. Кто из них смог разогнать железяку сильнее и не спалился в процессе. Вот они тоже используют вещественники для выяснения, кто все-таки качественнее это делает. Помимо прочего, производители железа, когда они делают ту или иную видеокарту или процессор, им тоже, по сравнению с тем, что не получилось, не для этого зависит от строительства. Мы к нам пришли еще более 10 лет назад. Несмотря на то, что основная деятельность нашей компании должна работать в этой платформе, ну а 10 лет назад мы выпускали очередную администрационную программу, но так как мы критически держим, может показывать критическими темками на шоу с платформой, мы сделали демку на тот момент самочувствие, которая проектировалась под самую тупую железь на тот момент, и оказалось, что ни на чем другом она не работает. Она трепла слишком мощная для железа, и на массовом, ну, подтормаживали. Мы себе подумали, что же с этим сделать. Мы развернули это в преимущество, решили, ага, круто накружаешь железо, ну давайте сделаем из этого пенчинок. Взяли и завернули это как пенчинок, и незнатная идея зашла. Стали ревизы скачивать, пользоваться этим, как программа, которая как раз плохо так нагружает железо, и позволяет не только поверить, но еще и провести нагрузочное тестирование стабильности. Потому что особенно-то важно, например, когда вам железку из ремонта вернули, и вы проверяете, ее нормально демонтировали или нет, или вообще-то споривали и собрали сами на компьютере, он нормально работает или нет. Под нагрузкой можно запустить бенчмарк на несколько часов и посмотреть, как будет себя вести. Если уж он бенчмарк передвижен, то в нормальной работе это железо будет хорошо работать. Ну вот, в 2007 году мы сделали бенчмарк с Сенчли, потом сделали в 2008 бенчмарк Тропикс, в 2009 сделали это бенчмарк Хэмон, который до сих пор является самым популярным бенчмарком из наших, ну, я думаю, супопозичный скоро какой-нибудь. В 2013 году сделали Vali, и с тех пор прошло, ну, в прошлом году уже было 3 года, как Vali вышел, они начинали уже устаревать, несмотря на то, что Хэмон даже спустя 8 лет продолжает пользоваться. Приложение уже старенькое и не так хорошо погружает компьютеры, но и не столько красиво выглядит, как может. Поэтому мы решили, да, именно такие вот где-то 20 миллионов пользователей за 10 лет, не очень большая аудитория, но продукты достаточно нижевые, поэтому, в принципе, нормальные. Поэтому мы решили сделать следующий бенчмарк. Но тут нужно остановиться на особенностях бенчмарка как продукта, потому что у него есть своя специфика. Во-первых, это продукт на массовую аудиторию международную. Во-вторых, это не просто программа, но это еще и интерактивное аудио-визуальное произведение. То есть каждый из наших бенчмарков – это некий виртуальный мир, с которым пользователь может не только его спустить и посмотреть, но он еще может в интерактивном режиме с ним взаимодействовать, походить по нему, на что-то поделать, какие-то мини-игры. Это накладывает свою специфику. Плюс крайне важно выпустить сразу очень качественную версию. Нет возможности догнаться потом патчами, футфиксами, ой, доделан в апдейтах. Нужно выпустить сразу же версию Team 0, которая очень анаполированная. Потому что если вы выпускаете линейку, которую люди начинают мерить, а потом ее через неделю обновляете и результаты уплывают, ну такой линейки никто не будет верить. Поэтому нужно делать все сразу и очень хорошо. Помимо этого важно, конечно, нагружать железо и нагружать его так, чтобы еще и через 2-3 года этой нагрузки хватило даже для топовых железов, которые выйдут в будущем. Жизненный цикл продукта – расчет минимум 3 года. И важно учитывать интересы партнеров. Как я уже упоминал, пейшмарки – они важны для производителей железа. И вот AMD, и двигатели, и интел, и другие производители графических чипов очень редко относятся к результатам пейшмарков, потому что от этого зависят их продажи. Потому что они выпускают новую железку, а потом, если она похожа на плохие цифры в какой-то пейшмарке, ну это им серьезно коррит репутацию и продажи. Поэтому они стараются плотно работать с производителями пейшмарков, чем-то газами и добиваются хороших цифр. Мы с ними работали уже более 10 лет. У нас сложились хорошие отношения. Но это такой сложный баланс. Как сделать непредвзятые инструменты, при этом все-таки сделать все правильно на всех железках. Такой вот тонкий баланс. Теперь шаг в сторону. На самом деле, как я и говорил, основная деятельность нашей компании. Мы разрабатываем передвижок, и в основном он известен тем, что очень хорошо поддерживает большие пространства. Он используется в тренажерах, в летных тренажерах, при этом и в течение времени. У нас есть несколько проектов, где мы космические. И это все про большой масштаб. И наши клиенты задавались вопросом, ну клево, все здорово, и вы суперклассный движок для масштабных сцен, там, где никакие игровые движки не подходят. Ну а можете ли вы что-то маленькое, но детальное? Мы, конечно, можем, но нам нужно было это доказать. Мы решили сделать проект, который покажет возможности нашего движка в ближних планах. Поэтому мы решили, что нам нужна высокотеризированная интерьерная демка для нашего движка. Изначально была возможность, что это будет печь, но основной задачей была сделать все-таки демку для движка. И интерьерную, в первую очередь. Так как я уже говорил, что это аудио-визуальное произведение, как любое аудио-визуальное произведение – линчмарк, игра, либо кино, есть стандартный цикл разработки – пре-продакшен, продакшен, пост-продакшен, которого все хорошие студии придерживаются. И стадия предупределительной подготовки, она крайне важна для таких произведений, вот к чему она сходится. Наши художники получили карт-планш на три месяца. Они сказали, ребята, делайте просто супер-классно, как вы только можете. Делайте что хотите, но сделайте это супер-классно. Вот у нас три месяца времени. Ребята пошли выбирать сеттинг для проекта, то есть ту среду, в которой мы вписали эпоху, и что очень хорошо, мы потратили много времени на эту фазу, и все ребята смотрели одни и те же фильмы, одни и те же визуальные референсы, рассматривались в них. Вся художественная команда хорошо синхронизовалась, и в результате, а потом, когда они делали уже объекты, они все делали их в одной стилистике, они не разваливались, они все попадали в эпоху, попадали в сеттинг. Поэтому потраченное время на выбор сеттинга очень хорошо окупилось. Потом мы итерировали пространство, компоновку с помощью простого образования кубиков, и за счет этого очень быстро итерируются именно визуальные композиции. Помимо этого, на стадии препродакшена мы предлилились с визуальным акцентом, потому что нужен был какой-то центральный объект, который станет лицом проекта. В коридоре стоит как раз штендер с тем самым центральным проектом, который должен был на себя брать внимание. Долго искали прототипы, нашли газодинамическую ловушку в Новосибирском университете, которая выглядит техногенненько, хорошо, использовали ее в качестве прототипа художественного природа. Определившись с тем, что делаем, как делаем, в какую эпоху делаем, ребята начали колбасить уже на стадии продакшена, итеративно. Здесь важно было что? Нам пришлось итерировать контент, особенно из-за того, что мы добавили потом в VR, потому что когда вы делаете приложение под монитором, объекты кажутся самасштабными. Когда потом человека запускаете от первого лица в VR, сразу всех из сети с масштабом очень сильно всплывают. Приходится риск тюнить достаточно серьезно. Также нам пришлось подтюнивать динамику, потому что до этого все говорили, ребята, вы конечно классные делаете динамику, но все они статичные, там ничего не происходит. Ну то есть вы что, у нас там агмации не могут нельзя играть в VR только про статичные километры, мы решили нет. Давайте докажем, что... Конечно, нет. Просто там художественная затумка такая была. А давайте в этом сделаем все, чтобы было особо динамично, и чтобы все можно было двигать. Но это наложило свое определенное ограничение. Потому что, если кто знает, работая с трендографикой, то есть вы можете сделать классную интерьерную сцену, и запечь нам лайтмампы, и все классно будет выглядеть. Как будто освещение будет шикарное. Но все, ни один из объектов двигать нельзя будет. Ни один объект нельзя будет передвинуть с ним, потому что все освещение, оно предпросчитанное, предзапеченное. Мы же решили, что у нас можно будет двигать все. Поэтому мы используем только динамическое освещение, что отдельные сложности как по контенту, так и по техническим моментам налагают. Ну и в результате ребята на колбасе более 900 объектов в рамках продакшена. Что достаточно много на маленькой комнатке. Вот через два месяца проект выглядело вот так. Через два месяца после старта. А финальная картинка выглядела уже вот так. Достаточно заметная разница особенно в освещении. Важная фаза под блок продакшен, которая может применить не только к разработке что-то аудио-визуально, но и вообще в принципе для разработки софта, это фаза полировки. И как раз хорошие продукты отличаются от очень хороших именно тем, сколько времени их полировали. И поэтому все опытные разработчики, они уделяют стадии полировки много времени. Под много это несколько недель, а то и месяц. Например, тот же самый Blizzard может полировать свои игры по полугода. Хотя уже казалось бы, все можно выпускать, но нет. А вот от стадии, когда уже все вроде бы готово, и до стадии все отполировано может пройти достаточно много времени. Оно занимает полировку, полировку, полировку. Потом еще какие-то мелочи выводят. Потом еще, ой, мы музыку забыли написать. Потом еще, оказывается, остается какое-то время, и в него можно впихнуть какие-то, ну, тот самый feature feed, когда можно еще какие-то хотелки, которые на ранних стадиях были откинуты. А потом, если у вас остается время, можно их еще дополнительное улучшение, которое ребята предлагали, а оно было бы неплохо. Было бы неплохо их действительно реализовать. Ну вот, получилось вот так. И когда мы закончили контент, мы поняли, что мы, да, отлично, демку мы сделали, и она тянет на бенчмарк, потому что, если включить все объекты, выкрутить, настройки графики на максимум, она пригружает компьютеру, ну, как надо. То есть бенчмарк получился знатным. Решили делать таким бенчмарком. Бенчмарк мы решили делать только как нормальное приложение, с фазой аналитики. Мы посмотрели конкурентов, ну, как посмотрели конкурентов, открыли 3DMark, еще раз посмотрели, то есть других конкурентов нет. Посмотрели свои предыдущие бенчмарки, потому что мы, собственно, сами с собой конкурировали. Мы определили несколько групп, ну вот, 9 основных групп пользователей, разбили их по типовым потребностям, кластеризированию их таким образом. у нас были типовые персонажи, например, там, журналист, там, пользователь Линукса, там, проверклокер, просто геймер. Для каждого из них прописали историю, прописали, так называемый, там, custom journey mapping, то есть как пользователь, карта взаимодействия пользователя с продуктом предполагаемым. И на основе этого разбили список фичей по изданиям. То есть мы сделали, у нас, по сути, 4 издания, 3 из них публично доступные. Это бесплатное, чуть-чуть платное и совсем платное. В зависимости от сценария использования мы раскидали фичи по этим изданиям, чтобы никому не обладали. Следующей сложностью технической заключалась в том, что с выпуска вейли прошло уже 4 года, железо с тех пор нагребали нового, и его нужно корректно определять, потому что, мне кажется, критично важно определять, выводить результат именно для той видеокарты, которая сейчас активно рендила, их можно несколько, и иметь доступ до термальных сенсоров, иметь доступ до текущих значений частот и настроек железа. То есть это достаточно низкоуровневая задача. И определять корректно железо, установленное в компьютеровых пользователей, имеют две программы – GPU-Z и CPU-Z. И остальные, кто их лицензирует, и только под Windows, а под Windows даже их нет. Поэтому мы были сами предоставлены себе, потому что задача сводится так, потому что у пользователя что-то там новомодная железка, а это что вообще такое? А еще оно порой усугубляется тем, что бывают такие вот гибридные случаи, когда тут три видеокарты в одном компьютере, причем раз разных гендеров, Intel, Intel, NVIDIA одновременно в одном компьютере. Попробуйте, догадайтесь, какая из них сейчас рендила картинку, которую вы мерили. Ну, задача, на самом деле, очень нетривиальная. А то, чтобы их решить, мы потратили реальный месяц дополнительной работы, потому что, если в винде это еще хоть как-то делается, более-менее нормально, то в Linux без прав суперпользователя крайне тяжело это делать, потому что приходится ползать по всем заколопкам системы, собирать, например, в шести, девяти местах где-то данные, и потом пытаться догадаться, какие из них верны. Потому что мы очень любим компанию, например, Yuugao, которая удаляется, ну, приличная компания, но она удаляется одни и те же видеокарты четырьмя разными способами маркировать. Как и зачем они это делают. А братья-китайцы вообще иногда не заморачиваются и пишут туда ничего. Не догадайтесь, что это железка. Ну, в результате мы написали код детектора железа, серьезно его улучшили. Действительно, у нас там в базе натурально более девяти тысяч видеокарт, про которые мы знаем. Какие-то из них еще только вышли. И мы прогнали этот код на всем, для чего мы смогли дотянуться, на своей тестовой ферме, на домашних компьютерах у друзей, но это было все равно недостаточно. Мы решили, что нужна помощь зала, давайте в интернете это все выложим. Мы выложили наш детектор в интернет, и мы просили ребят, вы же хотите, чтобы печь хорошо DTX в вашем железке, ну, помогите, запустите это приложение и посчитайте нам логи. Ну, мы напоролись на то, что вот первая реакция была на форумах, куда мы все это выкладывали, что ой, русские хакеры, какие-то экзешники нас просят запустить. То есть нас банили там практически сразу же. То есть тут где-то несколько дней ушло на то, чтобы успокоить расстроенного общественности. Все эти дни, ребята, это не русские хакеры, у вас биткоины хотят на ваших компьютерах майнить, а на самом деле это все нормально и безопасно. После этого нам пристали где-то полтысячи отчетов разных, мы их там просто разгребали, плакали, что не сделали это автоматизированно, но сильно помогло улучшить детект железа. Вот там есть герой этого дела, вот тоже сидит, не спал, не ел, чтобы детектор хорошо железо определял. Помимо прочего, программа на массовый пользователь, у него графический интерфейс, с ним-то что? Ну, вот так вот выглядит лаунчер, через который пользователи взаимодействия с нашим предложением показывают, что у вас намерилось, какие результаты. Лаунчер достаточно развесистый, потому что разные режимы тестирования, мы проверяем, готова ли ваша система для VR, насколько она готова для стресс-тестирования, сколько, в принципе, она очков может выдать в том или ином пресете, то есть какой-то объем функционал неплохой, плюс она интегрирована с онлайн-части. И еще ко всему же дополнительной сложностью было то, что аудитория наших мейчмарков – это ребята с очень крутым железом. Ну, начиная там с совсем донного, и заканчивая с суперкрутых, которые там 8К-мониторы, где 8К – это не только разрешение, но и цена. Поэтому, как сделать так, чтобы нормально тестовое приложение отображалось и на Full HD, и на маленьком ноутбучике, и на 8К-мониторе? Ну, мы использовали Qt и QML, и трижды отрисовали весь интерфейс, как и в вебе также делается. Ну, смогли. Нормально у вас скеллится, и на 8К даже выглядит приложение прилично. Шестнадцатый год показалось, что наступила массовая VR. Несмотря на то, что шлемы мы поддерживаем уже четыре года, как первый Oculus еще с тринадцатого года поддерживаем, мы поняли, что в шестнадцатом году у массовых пользователей появилось достаточно количество шлемов, решили интегрировать поддержку Oculus Rift и HTC War. Добавление VR-фичей внесло тоже свои коррективы. Ну, про масштаб я уже говорил. Очень сложно было тюнить управление, потому что если вы, например, стандартное управление VSD или дисджойстика оставите, пользователи при плавных поворотах и врезках начинают тошнуть. И приходится экспериментировать, экспериментировать с разными схемами управления, а разработчики тоже нежелезные, их тоже тошнут. Поэтому количество итераций в ней, которые вы можете себе позволить, оно тоже лимитировано. Для того, так как у нас появилось много интерактивных элементов, пришлось коллайдеры физически навешивать на все практически объекты, что тоже там работы подкинуло. Ну, и так как VR — это 90 FPS с большим разрешением, началось еще серьезнее бороться за производительность. Это тоже большой пласт работы. Пришлось добавлять все эти подсказочки к интерактивным элементам. Типа, ну, пересувай на мне, повозьми меня. И очень хорошо нам помогло итеративное фокус-тестирование. Мы несколько раз проводили фокус-тесты на открытых мероприятиях и внутри, где просто сторонние пользователи отдавали вечерок и наблюдали за их реакцией, и нас после этого тюнили приложение. Помогает очень хорошо. В предыдущей пейсборке у нас все были просто тенденовом приложении, которое ты скачиваешь, оно тебе выдает какой-то результат, и все, а дальше ты сам по себе. Пользователи не очень счастливы были, то есть им хотелось мериться с результатами, и они делали это в того, что гораст, например, в основном у себя на каких-то местечковых формах. У «Вэйли» есть типичный тред, где ребята результатами меряются, и там в этом треде тысяча триста страниц. Ну, то есть там народ сидел и подошел по вопросу. Мы решили, ну, доколе, надо уже сделать свой аналанс-сервис, централизировать это мероприятие и сделать свой глобальный лидер-борг. Вот мы к запуску с пропозицией разделили такой сайт «Venching.com», куда собрали все наши пеничморки, и сделали лидер-борды, где можно объяснить, кто все-таки первый парень на деревне. Туда вот сейчас уже подбежали ребята с жидким азотом, например, там, мировая известность, там, есть у товарища Kingpin, есть такой супер овердлокер, он сейчас там набежал, занял первое место, у него в цене температура GP была минус сорок градусов. Ну, то есть там жидким азотом, я думаю, он залил все, наверное, я не знаю, кроме этого результата добились. Следующая проблема наступила, когда мы посчитали, ну, вот изначально у нас билд занимал 15 гигабайт, ну, как бы, 15 гигабайт – это все-таки не игра, ну, ладно, игры сейчас там 50 гигабайт, но у нас это все-таки такое более короткое приложение. Давайте вот там-то вот. Утоптали до гигабайта, неимоверные усилия, гигабайт 100 – винтовый билд. Но как минимум умножаем на минимум миллион пользователей, это такая консервативная оценка, и получаем где-то, ну, 1100 терабайт трафика, который надо раздать. На что, когда мы пришли к нашему IT-директору с этим всем, ну, он сказал примерно так, потому что мы прикинули, сколько это будет стоить, сколько нам нужно будет серваков, и вообще кучу офигели, что-то были. Следующее направление мысли у нас пошло, ну, окей, сами не можем, давайте к вам найдем, кто может. Па-бам, Steam может. Но Steam же раздает игрушки, те самые игрушки по десятки гигабайт. Давайте в Steam, а у них есть раздел «Софтвер», давайте мы туда запихаемся. Мы разместились на Steam-ском реванте, где открытое голосование, где пользователи накидали нам поддержки, аж бежки, 97% пользователей хотели, чтобы это приложение было на Steam. Ну, практически ни у кого такого уровня поддержки нет. Мы были номер один по рейтингу в секции «Софтвер». Уже радовались, что вот ща-ча билды будем поближе, но тут внезапно гей пришел. Идите отсюда. Нам на Steam сказали, что в вашем приложении не нужно Steam, не подходит ни в одну категорию, поэтому не знаем, что с вами делать и идти нафиг. Хотя внезапно два месяца назад конкуренты из 3DMark опубликовали в Steam для 3DMark. Ну, окей. В чужой монасты сам устав не ходит, кей бы виднее он большой. Трафик с одного сервера примерно вот так выглядел. Достаточно в прыжке, сколько их было, то столько и сбивали на каналы. Поэтому надо было что-то срочно придумывать, если мы их должны сами раздавать. Потому что про Torrent мы в курсе, но мы их раздаем, но большинство пользователей все равно их пугается. Опять русские хакеры, что-то там непонятное. Поэтому надо было диетало предоставить. Мы посчитали, сколько это будет по-нормальному. Несколько тысяч долларов в месяц. Мы такие, ну нафиг. Придумали, опять кольные выдумки хитра, придумали эффективное решение. Мы купили пачку копеечных хостингов по нескольку долларов за штуку, раскидали туда файлы и потом просто один отвалился, нас заванили, еще что-нибудь от перегрузки сидел. Мы их просто выкидывали из списка и продолжали облизить с оставшимся списком. Так с помощью десяток с небольшим зеркал мы завели, мы пик загрузки спокойно прошли. Никто не жаловался, что у меня не качается, сайт лег или еще что-то. Стоимость в том, что это несколько тысяч рублей. То есть нам вообще очень-очень хорошо помогло. Помимо прочего, весь этот процесс затягивался, и пока мы ковырялись в венчинках, у нас в движке дозрела еще новая технология освещения скринспейса Retressed Global Illumination. И мы решили, о, она отлично ложится на интерьерной сцене, давайте ее еще и вкрутим в венчинках. Ну, так вот она выглядит, когда выключена, так вот, когда включена. То есть разница, по сути, с RTVE, это уникальная разработка именно наших рейдер-инженеров. Она позволяет производить трассировку лучей, освещение методом трассировки лучей в реальном времени. На самом деле, и на GPU. Очень круто, потому что до этого это не получалось. У наших ребят получилось, и с приемлемой производительностью. Много, естественно, идет пока только на топовых машинах, но через год-два это станет на экстримной технологии. А качество освещения улучшается значительным образом. Вы воспринимаете его визуально как более мягкое, более естественное. И воспринимаете как качественно переотраженное освещение, что самое главное. Благодаря этому можно утилизовать за эффекты и эмбитно-плюжина, и эффекты, когда было подрублено еще более качественно, и картинка получается мягенькая, красивенькая, реалистичная. Некоторые пользователи от некоторых кадров просто не могут уже различить это фоткой, либо реальностью. Подробности этой технологии мы будем рассказывать на Сигафе в августе. Это центровая конференция по компьютерной графике на планете. Сейчас на ней остановиться не буду. Становлюсь лучше на работе с теми самыми Intel и Nvidia. В чем собственно говоря особенность? Особенность заключается в том, что мы ранние билды отправили еще до Новых Годов. Но мы попали в неудачный период. Крисмас — это такой ад для разработчиков и для всех практически, кто в интернеймент-индустрии занят. Потому что подружество уходит очень много игр, и лаборатории тестирования забиты просто под завязку. У ребят просто не было времени впихнуть нас в график. Поэтому набежали все вендоры, их отпустило где-то к февралю, и они все дружно потом накидывались на нас, что мы все не так делаем, результаты плохие, что вы продались конкурентам, а Nvidia говорила, что вы продались Nvidia, и Nvidia говорила, что вы продались AMD. Потом ребят ко мне приходили и говорили, если мы всем продали, где эти деньги? Но мы спокойно постарались учесть все пожелания инженерных команд. Мы никогда не подпиливаем наш бейшпрок в угоду кого-то из производителей. Но если мы делаем что-то неправильно, и они подсказывают, что именно на их железке естественно было правильно, потому что эти же правки потом и оптимизации производительности и вызов движок, который идет потом у наших клиентов. Мы удалось все-таки довести бейшпрок до того состояния, которое, когда он не устраивал всех, но уже равномерно и меньше, чем в начале. Релиз. Релиз в начале планировался на конец 2016 года, но нет, мы не осимели, потому что напихали еще фичей, поэтому перенесли на первый квартал 2017 года. В лучших атишных традициях. Первый квартал заканчивался, релиз еще не случилось, и мы выпустились 11 апреля того, то есть чуть ли через одиннадцать дней после окончания первого квартала. Потому что, опять-таки, мы могли бы выпустить его раньше, но напоминаю, что нам нужно было супер отполированное приложение, и это в качестве здесь важнее. Вот такая статистика по циферкам. Достаточно много кода написано. Всего одну видеокарту сожгли за время релиза, я считаю, хорошим результатом. нам тут усложное видео. Буквально там минутка видео, которое показывает, как это все происходило. Это в очередной раз мы пытались выпуститься, 6 апреля уже. Две недели последние перед релизом были в режиме крайнего упора, то есть вся команда почти перестала уходить по домам, потому что всем очень сильно хотело выпустить колбасное приложение. И, ну, это на самом деле, что-то 12 час ночи, народ сидит, колбасит. Потому что, ну, все очень сильно заряжены было, и работа достаточно большое количество было. Ну, народ продолжает что-то там спорить, тюнить, дополнять какие-то, тестировать, тестировать и тестировать. Вот так вот у нас все это дело и происходило. Это наша тестовая ферма, в которой нам приходилось на кучу разных железях проверять. Ну, часть ее у нас еще одна на другом этаже. Процесс выпуска был достаточно болезненным, но, тем не менее, все получилось. После релиза, ну, и мы теперь запустили онлайн-чет, для нее релиз только начало, ее активно поддерживаем, набирали новые пользователи, и готовы планы на обновление. Потому что мы не осилили доделать поддержку множественных карт, а SLI и Crossfire, оно плохо очень наложится на современную архитектуру 3D-движков, но надо бы как-то вкрутить. Ну, и поддержку вулкана с 12-го тоже у нас чуть позже в планах стоит. Надо доделать будет с обновлением. Приз выпустили. Это был действительно стресс-тест для команды, но к которой она нам не привыкать. У нас люди такие, что гвозди вы делаете из этих людей, не было крепче в мире гвоздей. Ребята успешно прошли этот стресс-тест. Все классно, приложение доступно, его можно скачать и пользоваться. Коротенько про итоги. Ну, я как директор про финансы тоже на это должен думать. Поэтому мы поняли, что 20 баксов за 20 приложений что-то дороговато, народ вот так не очень покупает. Про версии за тысячу нормально для бизнеса. Общий бюджет разработки составил около 100 тысяч долларов, из которых на текущий момент продажи составили около 20. По нашим прогнозам бюджет подбьется за год где-то, что нормально. Но основная задача в приложении не приносить прибыль, а быть неубыточным и продавать на движок, что он тоже успешно делает. На текущий момент около 200 тысяч установок. До сих пор народ активнее качает еще Heavenly Valley, то есть пик установок Superposition еще не наступил, то есть постепенно народ переключается и дальше больше будет. Пошли, очень хороший обзор, и народ радуется, потому что грузит железо как надо. То есть такие ой! Но основная реакция такая, что я пошел, купил новенькую 1080 Ti и думал, я король жизни, а потом скачался только дальше. И он мне сказал, что мой компьютер на самых высоких настройках – это днище, и вот жизнь стала не так прекрасной. Но это то, за чем петчборки сделаны, поэтому все хорошо. Что еще можно отметить? Ну, мы действительно сделали самый красивый петчборк в мире. Команда прокачалась, особенно художественно, дополнительно осилили онлайн-сервис, и допилили с ортопилием в движке хорошо с помощью этого петчборка. Из выводов массовых – не рекомендую делать днищборки, потому что, во-первых, над чем делать днищборки уже есть наши, во-вторых, ну как самостоятельный бизнес – это так себе идея, на них ты не особо не работаешь. Крайнштайн не более того, ну интенсивная работа, когда ребята колбасит в масштабах одной-двух недель, он выздоровительно болезнен, потому что он очень сильно заряжает команду. Ребята выходят на пик производительности, и потом они просто сами выделяются, сколько они за день могут колбасить. Это вот всех очень сильно мотивирует, но больше в этот день не надо, потому что народ уже устает, выгорает. Вот у нас ребята после релиза там несколько дополнительных выходных у них были, дополнительные дни отдыха, потому что нужно устанавливаться. И если вы хотите сделать качественный продукт, то это требует времени, быстро опять получится. Вот то, что у нас получилось в результате. Напоминаю, что можно своими глазами уйти, с центром, наверное, в шнеле, либо на мониторе. В углу там ребята наши показывают, там можно задать технический вопрос по поводу технологий, как это все сделано. Ну и вообще, может, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вот. У кого есть вопросы, у нас еще есть пару минут, можно спросить. Так, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, вот там вот есть вопрос. Пожалуйста, микрофон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое за доклад. У меня вопрос по поводу вашей технологии работы со светом, освещения. АПЛОДИСМЕНТЫ А, она у вас для статических объектов и статического освещения? Или это… Нет, она полностью динамическая. То есть вы можете... Как раз… фишка в том, что это олл и нынешняя динамика. И вот там можно в бенчбрике включить, чтобы все вокруг летает, все движется и корректное освещение работает. В том-то и фишка. АПЛОДИСМЕНТЫ Это как-то сказалось на качестве картинки, не знаю? Никто не заметил. Ну, как обычно, сначала выкинули слона, которого там забыли внутри, потом выкинули второго слона, потом, не говоря хорошее, а партнеризм этой текстуры, ну, как обычно, все делается. Вам тоже так не говорится. Спасибо большое за задание. У меня такой вопрос. Сколько ваш движок стоит в цифрах? Ну, начиная от полутора тысяч долларов за рабочие места. То есть, на самом деле, мы не рассчитываем на небольшие команды, мы работаем с очень крупными компаниями, это либо промышленные, либо военные, либо какие-то индустриальные такие системы. Поэтому для массовых пользователей я не могу ничего порадовать. А так, там, на диапазонах десятки, сотни тысяч долларов за деньги полноценно не может быть. Вопросы тоже, да? Всем спасибо. Всем красивый человек. Да, походите, я думаю, подпишитесь, у меня здесь не только надо на стрелке, а давайте там пообщаемся. Всё. Спасибо. 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 Спасибо.